Есть неподалеку от Петропавловска замечательное место – Паратунга. Так называется речка, село и курорт, о котором известно каждому жителю Камчатки, да, пожалуй, и всей России. Всех туристов, гостей полуострова обязательно везут искупаться в горячих источниках, бассейнах с термальной водой. Да и сами камчатцы с большим удовольствием проводят время на базах отдыха, которых в этом районе великое множество. Но так было не всегда. Древние тельмены, жившие в этих местах еще до прихода русских, считали, что горячие источники, как и вулканы, – место обитания злых духов, и поэтому сами никогда не купались в них, да еще и скрывали те места, в которых они находятся. Конечно, самым первым описал поселение в долине реки Паратунга Степан Петрович Крашененников. О горячих источниках сообщил врач-натуралист Георг Лансдорф, которому удалось побывать на Камчатке в 1805 году в составе кругосветной экспедиции Крузенштерна. А в 1819 году по распоряжению начальника Камчатки Петра Ивановича Рикорда на этих источниках была выстроена купальня. Через 10 лет появилась первая примитивная лечебница, а во времена губернатора Завыка паратунские ключи оказались в зените славы. На них были созданы купальни-бассейны с раздевалками, гостевой домик. В 1854 году там лечился почти весь экипаж фрегата «Аврора» после сложного перехода от Кальяу до Камчатки. И именно в это время там поселились предки героя нашего выпуска. Я Тюменцев Виктор Леонидович. Вот сейчас находимся на том месте, где я родился и прошло мое детство. Село Паратунка, которое официально числится началом ее открытия создания 1851 год. Но ключи паратунские были известны с 20-х годов 19-го века. И жители Петропавловского гарнизона выбирались, хотя это было достаточно далеко и непросто. Это надо было переправиться, летом надо было переправиться через Авачинскую бухту. И пешком пройти от бухты Тарья, что сейчас под Вилючинском, переправиться через реку Паратунку и дойти сюда пешком. Либо зимой на собачьих упряжках через устья Авачи замерзшие. Приехать сюда эта поездка на собаках занимала несколько часов. Хотя Паратунка была известна давно как ключи, но жители здесь, по историческим сведениям, обосновались где-то в конце 19-го века. В том числе сюда и перебрался мой прадед со своими сыновьями. И мы сейчас находимся в том месте, где были построены первые дома в Паратунке. Одни из первых домов в Паратунке. Вот там, где сейчас стоит особняк, был дом моего деда. Он был построен в 1907 году. В эти же годы и вот этот дом, который сохранился до настоящего времени, это дом моего прадеда по линии бабушки Надежды Стефановны Подпругиной. Ее отец Степан Степанович Подпругин в начале как раз 20-го века был старостой села Паратунки. Вот детство мое прошло фактически здесь. Родился я в 1950 году. Снегу было столько же, а может быть и побольше в те годы. Потому что пуржило достаточно часто, дороги заметало. В школу мы, когда я пошел в школу, по пояс добирались по снежным сугробам в школу. Занятия тогда не отменяли. И мы с удовольствием, правда до школы здесь не так уж далеко было, не каких-то 200 метров. Но тем не менее, тем не менее, мы стремились, как говорится, всегда учиться. Вот здесь были парники. Был такой земледелец в 50-х, 60-х годах прошлого века Титфиханович Дорофеев. Вот он как раз занимался парниководством. И здесь в парниках выращивали, вот здесь была теплая земля, выращивали парники. А потом уже в советское время построили здесь теплицы. Уже это было в 60-е, 70-е годы, теплицы совхоза Октябрьский. Вот школа была у нас небольшая. Построена она была рядышком. Она находилась там, где сейчас находится автобусная остановка и база Усть-Камчатцы Рыбы. Вот первый же бассейн, который был где-то обустроен, наверное, в 55-м, 56-м году, мы его потом звали Пионерским. Потому что как раз ближе к 60-м годам построили два пионерских лагеря на Сопочке. Это пионерский лагерь Костер и пионерский лагерь Спутник. И ребятишки, как говорится, отрядами ходили в этот бассейн купаться. Поэтому мы его так и прозвали Пионерский. И вот как раз на месте пионерского бассейна были первые купальни, которые обустроены еще были при начальнике Камчатки Рикорде Петре Ивановиче. И они имели статус государственного дома вплоть до конца 19 века. Тем не менее, эти купальни обустроены. Потом, уже в 60-х годах, там построили, выкопали большой бассейн, который мы называли колхозный, и бегали туда купаться. Там же работали военные. Сюда, со строительством военного санатория, основных корпусов, которые мы сейчас тоже видим там на горе, было переведено воинское подразделение, которое отливали шлакоблоки и строили из этих шлакоблоков корпуса военного санатория. И вот был бассейн, потом он стал общим, как говорится, и в него был достаточно объемистым. И приезжали жители, в нем купались не только жители Паратунки, но и жители Петропавловска-Камчатска. И в выходные дни, летом, в июле-августе, сюда приезжали, несмотря на пыльную дальнюю дорогу через Елизово, сюда приезжали многие коллективами на машины, располагались с ночевкой на поляне, на поле возле бассейна, и вот отдыхали и купались. Сейчас каждый приезжающий в Паратунку видит шикарные базы отдыха, обширное строительство. Но до сих пор еще в поселке можно увидеть дома первых переселенцев. Мы сейчас находимся в доме, который был построен в начале 20 века, где-то в 1906-1907 году. Это дом моего двоюродного деда, староста села Паратунки в 1908 году, Василия Матвеевича Тюменцева. Рядом со мной его сын Матвей Васильевич Тюменцев, который живет с 1934 года на Камчатке. Он самый древний сегодня житель этого села. Это потомок большой сибирской фамилии Тюменцевых, о которой надо рассказать, может быть, отдельно. Таких три дома мы можем сегодня, два из них мы сегодня можем увидеть. Это дом моего деда Федора Матвеевича Тюменцева. Этого дома, к сожалению, сейчас нет. И дом братьев Подпругиных. Это тоже наши родственники Подпругины по линии моей бабушки приходятся мне родственниками. И ее отец Степан Степанович Подпругин был в начале 20 века старостой села Паратунки. Дом сохранился очень хорошо, потому что построен он из плах каменной березы. Вот потолок здесь тополь и ива. И вот мы находимся в этом доме. Здесь практически все такое же, ну, кроме, может, внешней отделки, которое и было сто лет назад. А сейчас я хочу познакомить вас с Матвей Васильевичем Тюменцевым. Вот, моим двоюродным, мой двоюродный дядя, который расскажет о Паратунке, о своих родственниках и о себе. Родился я в Паратунке, где-то в этом доме, наверное. Так что в 1934 году. Ну, с тех пор вот хочу дожить тоже в этом доме на самых последних дней. Ну, как жили? Жили, как и все жили в Паратунке. В основном-то занимались рыболов, самоходы. Ну, это все для себя, это в основном-то. Отец занимался пушниной. Кстати, они вот этот дом построили за счет пушнины, добытой, это, 905-х. Когда здесь были аукционы, они хорошо заработали на этой пушнине. И построили вот эти вот дома здесь, в Паратунке старинные. Вот этот дом, там и учит. Ну, в основном-то вот. Ну, отец чем занимался? В основном охота, рыбалка была. Здесь в Франции в основном были собаки. Ну, до колхоза были еще и лошади здесь. Держали коров до поздней старости. Отец держал с матерью корову тоже. Ну, а мы чем занимались? Тоже в основном-то рыбачили, ходили в молодости. Охотились тоже, как предки свои. А потом я уже в 49-м году пошел учиться в робтехникум Петрофавловский. Закончил 7 классов, пошел учиться в робтехникум. Потом эту робтехникум переобразовали в моеходное училище. И я закончил уже в 1954-м году. С тех пор я пошел морячить. И вот морячил в одной организации, была такая, как она... Камчат-Рыб-флот. Камчат-Рыб-флот, да, Камчат-Рыб-флот. И работал там до самого, пока не пошел на Петрофавловский, в одной организации. После этого опять приехал в Протунку жить. А тут еще пошло такое движение коренных жителей. В конце 90-х годов получили рыбалки все. Начали охотиться, рыбачить. Но потом это все заглохло у нас. И вот с тех пор я так и живу. Здесь, собственно, нигде уже не работаю. Просто занимаюсь охотой тоже, иногда еще и рыбалкой. Жизнь села, конечно, изменилась в течение времени. И именно поэтому сейчас так важны и цены свидетельства людей, которые там родились и выросли, и хорошо знают и помнят историю своей малой родины. Детство было у нас достаточно веселым, на мой взгляд. Особых развлечений не было. Мы рано приучались к труду, помогали своим родителям. Отец у меня работал киномехаником в клубе, а потом работал в совхозе Октябрьский. И поэтому приходилось помогать отцу во время покоса, косить. Но я хочу сказать, что еще мальцом вместе у меня дедушка умер рано, до моего рождения. Поэтому моими дедушками были два двоюродных деда. Вот как раз отец Матвея Васильевича, Василий Матвеевич Тюменцев, и Иннокентий Степанович Подпругин. Это брат моей бабушки. Потому что бабушку я тоже свою не застал. Вот как раз два деда, с которыми я мальцом и вырос. Я с ними и на охоту выбирался, и на покос ходил помогать им косить, собирать траву. Косили-то они, собирал траву я. Вот с отцом тоже на покосе мы работали, заготавливая сено. А уже в седьмом классе у нас была школьная своя бригада, которая работала на ферме. Вот животноводческая ферма была как раз на том бугре. И там были коровы, за которыми мы ухаживали. Вот у нас была такая бригада, нас было около десяти человек. Это седьмой класс, шестой-седьмой класс. И вот мы такую производственную, своеобразную практику жизненную проходили. Ходили в походы, как раз туда, в горы. Мы поднимались наверх. Это место сейчас называется, называется, у нас тогда называлось Широкая Пать. Поход однодневный был, либо с ночевкой. Ходили мы также в походы в долину Быстрый, переваливали вот этот хребет Балагинский, и перебирались туда. Ну вот, зимой лыжи, санки катались и ночью, и вечером. Приходили домой. Родители, особенно мама, начинает ворчать, когда ты снимаешь с себя брюки вместе с валенками, а они стоят возле печки, потихонечку потом падают, потому что замерзли, промокли и замерзли от снега. Вот так здесь я закончил школу. Восемь классов в школе паратунской. Хочу сказать, что паратунская школа имеет, наверное, более глубокую историю, хотя она официально вот в этом селе была открыта в 1912 году. Это 110 лет ей как раз в этом году будет. Тем не менее, погружаясь в историю паратунки, надо сказать, что был еще паратунский острожек, который носил имя, свое имя брал от реки Паратунка, а она, в свою очередь, имела название от итальянского Тайона, Паратуна, что называется «Хороший мужик». И вот этот острог был известен еще при Беринге. И там была как раз возле Николаевки была деревня Первая Паратунка. И там уже как раз в 1744 году была школа, паратунская школа, в которой училось 12 человек. Затем уже как раз в середине 19 века от этой деревни уже ничего не осталось. И вот посещая эти места, Карл фон Дитмар описывает деревню Николаевскую, в которой жили мои предки. И описывает, что в этих же местах, недалеко, была деревня, старое селение Паратунка, от которой не осталось уже ничего, хотя было там около десятка домов, и даже была церковь деревянная. Ну, найти сейчас это место, наверное, достаточно проблематично, потому что река Тихая там меняла свои русла. И, наверное, хотя можно произвести какие-то археологические изыскания, можно найти, может, остатки этой деревни. Но вот фактически эта первая Паратунка была именно там. А вот уже во второй половине 19 века Паратунские ключи, и затем уже сама Паратунка находится на том месте, где мы сейчас с вами имеем возможность наблюдать. Хотя, конечно, здесь расстроилось много. Вот в 20-х годах прошлого века в Паратунке было около 30 домов. И жителей где-то было около 90 человек. И затем появились здесь первые переселенцы, потому что население было достаточно здесь стабильным, и развития особого не было. И первые переселенцы уже в советское время на Камчатке и в Паратунке конкретно появились в 30-40-х годах прошлого века. В 1930 году здесь сформировался и образовался колхоз. Красная звезда он назывался. Занимался он сельским хозяйством. Выращивали картофель, выращивали капусту, морковь. Поля были вот дальше туда по ручью Коркина. Это ручей Коркиновский протекает здесь внизу. И мы тогда вот тоже участвовали в этих сельхозработах. Был школьником в шестом, в седьмом классе, в восьмом классе работали. На прополке, на уборках картофеля. Кроме истории села, Виктор Леонидович также хорошо знает историю своего рода Тюменцевых. Ну, несколько слов о нашей фамилии и о нашем роде Тюменцевых. Я уже несколько лет занимаюсь историей нашей семьи. И считаю, что нам не удалось далеко продвинуться в изучении историй наших предков. Мне удалось установить, что наш общий предок с Матвеем Васильевичем, Герасим Тюменцев, в числе отрядов казаков в сороковых годах XVII века пришел в Велимский острог. Ну, Велимский острог – это небольшое укрепленное поселение, которое образовалось в 30-х годах XVII века. Его сыновья Киприян и Кирилл также были казаками в Велимском остроге, а затем уже с созданием Верхоленского братского острожка, так он назывался в те годы. Это были 70-е годы XVII века. Они служили там. И фактически вот это они положили начало нашему роду Тюменцевых, которые более 100 лет жили в Верхоленском остроге. И в конце XVIII века семья Тюменцевых, конкретно мой прапрапрадед Исаак Тюменцев, перебрался в деревню Тюменцево. Это от Верхоленского острога буквально 50 километров. И вот в этой деревне Тюменцево он и жил с семьей, где и родился в 1814 году. «Мой прапрадед Саватей Тюменцев». Вот Саватей Тюменцев имел большую семью, но в живых осталось где-то только 6 детей у него. И в 1851 году, видимо, было принято решение о том, чтобы попасть на Камчатку. Тогда как раз согласно проекту генерал-губернатора Василия Степановича Завойко шло активное заселение землепашцами из Иркутской губернии Камчатки. И вот он оказался в числе вот этих поселенцев. Я так думаю, что, наверное, вот те фамилии, которые сегодня звучат в истории Камчатки, Подпругины, Яковлевы, Корниловы, Коркины. Они тоже были оттуда из этой же, из Иркутской губернии, потому что все они жили здесь, в окрестностях Паратунки. В 1853 году Саватей и Тюменцев вместе с тремя своими сыновьями, Прокопий был самый старший, второй был Иван, и третий совсем молодой мой прадед Матвей вместе с женой Татьяной Васильевной двинулись на Камчатку. Ну, я думаю, что по тем временам путешествия это было не менее трех-четырех месяцев, но факт документально подтвержденный, что на транспорте Иртыш в августе 1853 года группа переселенцев в составе 20 человек прибыла в порт Петропавловск-Камчатский. По распоряжению губернатора Завойко их направили в селение Тихоновское. Это как раз недалеко от того места, где сейчас располагается село Николаевка, вот это селение Тихоновское как раз по решению генерал-губернатора Камчатки начало застраиваться там, построили уже к 1854 году два новых, четыре новых дома, собирались построить почти около 20 и планировали сделать большую усадьбу сельскохозяйственную. Там были очень хорошие покосные луга, земля для земледелия с хорошими условиями. И фактически вот семья Саватея и Тюменцева обосновалась вот именно в Тихоновской, потом было переименовано в Николаевку в 1854 году, село Николаевка. Николаевская тогда она называлась, потом просто Николаевка. И фактически они проживали, это подтверждено документально, где-то до, наверное, 70-х годов, лет 15-20. Они жили в селе Николаевка. А затем семья его перебралась на дальнее озеро. Это селение Озерновское. Не надо путать его с той Озерновской, которая находится на западном побережье Камчатки. Это ближнее озеро и река Озерная, где они прожили, наверное, лет около 15. А уже где-то в конце 90-х годов 19 века вот как раз Матвей вместе с двумя сыновьями, Матвей с двумя сыновьями перебрался, Иваном и Федором, моим дедом, перебрались сюда на Паратунские ключи. И фактически с этого времени Тюменцевы жили здесь. Вот в начале здесь было 6 домов, а вот уже в начале 20 века уже было 19 домов. В том числе как раз вот эти три дома, о которых я говорил. Два дома Тюменцевых, братьев Тюменцевых, и один дом братьев Подпругиных. Книг по истории села Паратунка еще не написано. Наш гость Виктор Леонидович в настоящее время как раз и работает над созданием книги по истории своего рода и родного села. И, конечно, команда нашего проекта желает ему успеха в этой работе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok